Меня зовут Юра. На самом деле очень интересный разговор про, ну, мне кажется, существует некоторое противопоставление истории про гиперлокальность, про распространение контента и про создание комьюнити, создание сообщества, встречи. Потому что у меня в голове самый большой вопрос, а нужно ли вообще? Есть ли там какие-то темы, есть ли какие-то причины для людей? Спасибо Ване. Во-первых, я с ним год знаком, не знаю, сколько раз ты, наверное, пресекались. У меня, как я рассказывал про транспорт, про ваши посты, у меня лично классный опыт, когда БГ пел в переходе, я это увидел с минувайлом быстрее, чем в аккаунте БГ, когда прохожие постили, а вы кушали всем людям. Очень было здорово. Какая-то у нас похожая история. Мы хотим, чтобы местная полезная информация очень такого районного масштаба долетала до людей. Началось это все с такой очень, на самом деле, личной воли. Ну, ты где-то живешь. Попробуйте на себя перенести эту историю. Вот вы там где-то живете, где-то работаете и вокруг вас есть среда, которую вы чувствуете не чужой. Вот я когда ходил по сайтам Теплицы, там какой-то даже термин был, лубанистический, какие-то там районы, очень сложное, необычное слово. Вот мы это внутри называем реалом обитания. И ты, в общем, как человек понимаешь, что ой, здесь что-то поменялось, ой, новая аптека открылась, там расписание поменялось, или какие-то завтраки предлагают. И вопрос, что, ну, как мне узнавать о вот такого рода суперлокальной полезной местной информации. И я в этом месте там привожу свои примеры. Я жил в Хамовниках когда-то, потом переехал на Алексеевскую. И там где-то через полтора года жизни у себя в районе я узнал, что у меня вот есть там автомойка, нужно просто два раза завернуть. Она не то, чтобы она мне нужна прямо сейчас, но, в принципе, она мне регулярно нужна. Или я там шел через дворы каким-то необычным путем от метро, а там какой-то невероятно крутой каток во дворе. Прям очень хорошего уровня. По-другому бы я тоже никак не узнал, потому что случайно толкнулся. Та же самая педаль и она с офисом. У нас открылся, не знаю, тоже года два уже, прекрасный винный магазин. Винный магазин, если кто знает, на Горсобольском. Я суперцелевая аудитория. Я узнал о их существовании через год, через год. Он 300 метров от офиса Яндекса. Ну, короче, мне плохо, им плохо. И вот в этом месте кристаллицуется проблема. Как мне узнавать о чем-то новом, о каких-то возможностях, которые мне дает город. И это было, ну, такой отправной точкой. Ну, по-другому, по-другому, какие. В природе есть аналоги, вот там нашли, не добавил, там с вами тоже пообщались. Потом я, ну, как раз вот в период, когда какая-то картинка в голове сейчас взливала, я стоял в его очереди на какую-то там регистрацию, какой-то там забег, запостил фоточку, вот, вот, очередь приладская, люди стоят там на забег. И минвайд. И пришла там куча людей, меня полайкали, накомментили. Это была какая-то вот магия, когда ты, ну, ты никого не френдил, ты не состоишь в таком сообществе, но твой контент оказался полезным, релевантным, интересным, и там дальше случилась какая-то интеракция. То есть вот все эти компоненты, проблема, которую описываю, опыт других приложений, не обязательно, на самом деле, российских, много всяких иностранных ребят, и вам показывают, что что-то в этом есть, вот, что-то здесь незревает. Мы, там, параллельно с тем, что мы, значит, думали про это абстрактно, мы еще пошли... Какое-то все выцвевшее... Мы пошли, сделали исследование, прям, сами заказали количество исследования, не знаю, на полторы тысячи людей из Москвы, которые живут в разных районах, и там были разные вопросы, как вы относитесь к разным типам информации такого локального масштаба, откуда вы ее получаете, чего вам не хватает. И вот здесь были сейчас два слайда с цифрами, они такая немножко сложная инфографика, не стали выцвешившие в ноль. Но смысл в том, что, во-первых, людям локальная информация, а, нужна, б, они ее получают из разных источников, где-то они идут, не знаю, на Авито, где-то они читают районную газету, там, где они живы, где-то они в Фейсбуке. И, ну, не всеми типами информации люди довольны. Например, здесь вот желтая загогулина показывает, что люди, например, категорически недовольны информацией о местных мероприятиях, которые поблизости бывают. Явно, эти елки, там, еще что-то. Или, например, довольны объявлениями, потому что есть развитые сервисы с объявлениями. О, яркость вернулась, супер. Очень интересный слайд. Ну, во-первых, про упыря. Я жил в Томовниках, у меня жил упырь за стеной. Может быть, поэтому, а может быть, потому что мы сделали исследование и поняли, что люди не хотят общаться друг с другом. Вот в условиях большого города, мегаполиса. Ну, вот, я не хочу нагнетать, я люблю и хочу общаться. Но, в целом, люди все равно будут на друга. И, ну, там, часть опроса мы людям задавали, спрашивали, а какие... Фу, представьте, что у вас есть вот такое локальное приложение, там есть объявления, новости, пятое-десятое. Ну, и какие функции вам были бы наиболее и на менее интересны. И вот все функции, связанные с такой социальной интеракцией, они казались строго просто внизу интересности. И одновременно люди проявили интерес к... Ну, нам нужны скидки, да, нам выгодно, скажи, где тут что-то по близости есть. Или, ну, на втором месте те же самые районные мероприятия. Ну, вот я здесь живу, куда бы я мог пойти, у меня тут семья, дети и все такое. Ну, афиша тоже с меня на тематике. Вот, и мы, глядя на эту картинку, там, в целом, просто думая о продукте, тем более, что, ну, фокус на, ну, на социальную интеракцию, на построение комьюнити, на оффлайн-встречи мы делать не хотим. То есть, если, может быть, нас туда вынесет, то, что это все равно это стартап, чем дело кончится неизвестно, и неизвестно по-прежнему, на самом деле. Вот, но, тем не менее, то, с чего мы создавались с продуктом, оно, оно не содержало вот этого компонента. Мы не хотим, не хотели, по-прежнему не хотим делать никакой комьюнити, ну, слишком сложно, потому что то, что ребята рассказывают, оно скорее подтверждает, что в городских условиях, когда, там, люди арендуют, приехали, уехали, там, весь день работаешь, ну, не то, чтобы до комьюнити, там, порешать какие-то местные проблемы, про перекопали, или пойти поголосовать, там, права покачать, еще окей, да, есть такой жанр, там, не знаю, этому какие-нибудь многие группы в соцсетях посвящены. Да, последний зумный слайд с цифрами. Похожее исследование английское тоже про, ну, про типы не столько контента локального, сколько про типы информации такой рекламной. И люди, на самом деле, эти самые английские, очень похожи на людей московских, они говорят, ну, расскажите нам про выгоду вокруг. Вот здесь первым номером идет по популярности неприличная для России Free Geowase, во всякие, скажем, это бесплатные сэмплинг, не знаю, шампунили, капкейка, чего-нибудь. Но в целом тоже это про выгодные предложения от местных бизнесов, про местные события, транспорт, да, транспорт тоже здесь идет. И еще мы проделали такое упражнение, мы взяли два крупнейших в Фейсбуке сообщества хамопнических. Первое, вот это РХ, это объединение жителей района хамопники. Оно такое очень официальное, и вот в нем люди городские проблемы обсуждают. Тогда мы взяли, ну, просто вручную их прошли и проклассифицировали вот те типы постов, которые там есть, ну, по этим темам, которые произвольно выгнули, произвольно проклассифицировали, а потом размесли эти самые посты. И там, ну, типа мы взяли пару месяцев, лично я это делал, и здесь около сотни постов в каждом сообществе. И вот есть одно сообщество, которое очень ориентировано на городскую проблематику, что там Собянин и все эти ужасы жизни. И есть другое сообщество, секрет хамопники, она такая более казуальная. Ее тут обведет местная дама, с ней я тоже познакомился, которая как раз всю эту политоту, все эти проблемы не пускает. И там, наоборот, какая-то идет жизнь, ну, такая, ну, более приятная. Ну, например, вот в первом 45% тамошнего контента это посты про местный бизнес. А вот где там хорошая парикмахерская, а где автосервис? Посоветуйте мастера такого-то. Или, например, второе-третье место, категория условно, что где в районе, это примерно то же самое, как про местный бизнес, только без коммерческого контекста. Это как раз на какие-то общественные мероприятия, инфраструктура района, а где у нас там бассейн, а какие вообще страх-клубы бывают. А рекламу ты вообще вычищал до этого? Там нет рекламы, там, ну, ее не было. Первое, она такая очень проблемно ориентированная, а второе, ну, конкретно эта девушка, которая комьюнити ведет, она говорит, ну, я пыталась с бизнесами работать, их привлекать, давала бесплатные посты первые, ну, говорит, не было никакой активности, поэтому там немножко есть этот слой информации, но он, не знаю, я его рекламу не считал, он, скорее всего, как раз попал в промесный бизнес, когда там кто-то говорит, ой, мы открылись, смотрите, у нас это. То есть это, ну, то, что ты упоминал про пять тысяч за пост, в хамовниках такого нету. Хотя, там можно было ожидать десять тысяч даже хамовники, но что-то так вот бесплатно, и то не очень идут. Не знаю, я удивлен. Вот, ну, короче, вот, там, думаем про продукт. Какие-то цифры собираем, и вот у нас какая-то отправная точка была из этого всего. И мы сформулировали. Хорошо, а мы хотим сделать такой, значит, инструмент, где бы локальная информация распространялась, и все это было бы, мы называем это offline discovery. Discovery – это когда ты не пришел за решением какой-то конкретной задачи, типа, мне все полосуточные автомойки в районе. Нет, пожалуйста, иди в Google карты, Яндекс карты, Google GIS, куда угодно иди с такими вопросами конкретными. А когда ты не знаешь, что ты хочешь, но ты… Ну, что ты хочешь? Ну, что ты хочешь? Да, у тебя есть время, и тебе есть интерес, ну, это пространство вокруг тебя. И это мы называем offline discovery. И мы, ну, помогаем людям делать такие вот районные открытия. Когда ты пришел, не знал, что хотел, а потом на третьем экране, ой, удивился, нифига себе, классно, я не знал. И это вот то, что мы хотим добиться, чтобы у человека в каждой его сессии внутри приложения он делал такие открытия, такие находки. И, ну, когда ты читаешь, да, ты делаешь находки, например, когда ты контент пишешь, ну, часто мы видим, мы пытаемся рационализировать, а зачем люди пишут, зачем они комментируют? Ну, понимаем, что люди решают просто свои проблемы. Кто-то что-то продает, кто-то ищет рекомендацию мастера, кто-то еще что-то делает, и в целом это про, ну, на самом деле, такой, ну, корыстный двигатель, когда у человека есть задача, и он ее вот в такой среде, немножко специально, он ее идет и решает за счет других людей, которые там есть. Ну, да, мы делаем районные открытия, мы открываем возможности, которые рядом. При этом, вот, глядя, ну, в СМИ, там, какие-то другие среды, мы понимаем, что, да, бывают новости какие-нибудь там тематические, федеральные, бывают новости районные, но мы очень четко для себя вот эти вот новости районные мы разделили на, ну, на два типа. Первая новость – это такие, ну, новости-новости. О Крымском мосту, Феррари врезалась, подонок, все такое. Ну, смотришь на это, человек автомобиль не кивает, знает, остальные не знают, ну, громкая история. Ну, смотришь на это, ну, и хочешь спросить, и чего? Ну, хорошо, да, много в жизни подонков, у меня еще там в тельке, например, такой показ. Вот, а второй тип новостей, он, он, он тебе открывает, он дает тебе возможности. Смотрите, у нас аптека изменила свой график, у нас открылся магазин. Там, например, я тоже привожу, там, на Стоженке, я, кстати, не знал раньше, что это хамовки, Стоженка – это тоже хамовки. Там начали реконструкцию дома Тугенева, где он там жил и все такое. И новость-новость звучит, что мы начали реконструкцию дома, там, через полтора года что-то завершил. Ну, сделать с этой новостью ничего невозможно. Прочитал – ну, хорошо, му-му, вспомнил. Вот, а хорошая новость была, ну, если мы завершили реконструкцию, в воскресенье у нас там ивент, там, приходите с собачками, ну, что-то такое. Вот, и мы понимаем, что мы хотим, чтобы у нас был контент, который людям эти возможности дает. Когда ты смотришь, понятно, что, если контент разнообразный, то он, ну, часто будет не попадать тебе по интересу, ну, там, будет он про детей, а ты не любишь детей. Он будет про машины, а ты пешеход. Вот, но так как он разнообразный и дающий возможности, он неминуемо должен, ну, приносить в себе и содержать вот эти вот самые открытия. Смотришь, ну, это шоу, фига себе. Тут, не знаю, автомобили, там, скидка жителям хамовников в ТФ Моторс на улице Фрунзе. Это тоже реальный пример. Значит, это так, как мы там сформулировали миссию, а дальше вопрос – о-о-о, а как же это все сделать? Какой там должен быть контент? Откуда он должен взяться? И, значит, мы видим, здесь есть у нас три столпа. Первый, ну, вот, там, тот самый UGC справа, да, User Generated Content, когда пользователи берут и сами пишут. Второй тип – это, мы тут терминами с нами изобретаем, потому что не на что ориентироваться – BGC, Business Generated Content, когда сами к бизнесу приходят и пишут о себе. На самом деле, тоже общался с некоторым количеством бизнесов, только в офисе лондекса, ну, у нас там есть, как у компании, они с ними некоторые отношения, какие-нибудь карточки наши принимают или не нам скидки, или поэтому легко с ними общаться. И, ну, многие из них, на самом деле все, с которыми я общался, они тоже ведут свои аккаунты в соцсетях, и, ну, они же не специалисты в этом, они там ресторан содержат или салон красоты, и у них, конечно, беда. Они говорят, ну, вот мы начали что-то делать, а нас никто не читает. Ну, понятно, потому что тебе нужно заниматься отдельно маркетингом в среде социальной сети, тратить на привлечение аудитории, еще что-то делать, аналитикой заниматься. Поэтому наша идея им продается на раз. И, ребята, пишите вот сюда, на самом деле оно полностью похоже на Минвай, и пишите сюда, другие местные люди сразу увидят ваш контент. Просто пишите хороший контент, и люди будут довольны, будут писать глупости, они будут жаловаться, ну, вас забанят чертовой матери. Ну, еще какие-то такие правила игры незамысловатые. Вот. И самый непонятный пункт – это API – Generated Content. Это когда мы берем из разных источников автоматическом режиме, тоже параллельно с Минвайлом, подтягиваем контент и его отображаем в ленту. Сейчас пока все экстрактно, я расскажу, я буду скриншот показывать, у меня картинки даже. Ну, в общем, Яндекс, мы про агрегацию информации, для нас, на самом деле, это более комфортная и привычная среда, нежели UGC и BGC, которые там, какие-то пользователи соцсети, ужас, там, порнография, абьюз и прочие вещи. Вот. Значит, это какая-то там такая стартовая точка, размышления. И, да, мы, наверное, там, да, у нас, наверное, 4 месяца, когда-то или было, или будет было, наверное, на днях. Да, мы существуем в эфире 4 месяца в сторе. У нас приложение только для iPhone, если кто-то там сейчас с Android пытается поставить. И только для хамовников. И только для хамовников, да. Не работает здесь. Да, и только для хамовников, да. Да, уже правильно. Шуточное объяснение, почему только для iPhone. Ну, потому что это хамовники, чего там хотели. А там кроме шуток, рыночная доля iPhone, хамовников, кому интересно, то ли 21, то ли 27 процентов. Ну, вот, против, не знаю, 10 по стороне или чего-то такого. Ну, потому что центр... За счет Яндекса? Нет, нет. Ну, потому что центр, садовные кварталы, миллиард рублей за квартиру и все такое. Ну, Ягодцы тоже добавляют, там, 7 этажей, там, сколько там, тысяч людей, которые тоже, как бы, там, много сроком. Так, ну, вот, значит, все стартовые размышления, какая-то аналитика, логика и картинки, что у нас получилось. Вот, да. Ну, во-первых, как ты сказал, мы закрылись от всех, во-первых, авторизаций, во-вторых, если ты не в хамовниках, мы тебя вообще в ленту не пускаем. Мы сделали это осознанно, во-первых, чтобы нас в стори не минусовали люди, которые из салихарда ставят. Потом пишут, до дна звездочка, я ничего полезного не нашел. Мы поэтому говорим, о, ты вообще сюда не входи. Ну, во всякий случай. И это сработало. Но я все равно могу расставить отзыв, да? Да, ты все равно можешь, но у тебя нет мотивов. Вот, если бы ты попал бы туда, почитал, как там люди живут в хамовниках, у тебя свои карты за окном. У тебя было бы больше мотивов эту звездочку поставить нам, вот. Ну, и эта идея сработала, на самом деле, в хорошей оценке. Вот. Ну, и плюс, да, мы хотим увидеть, что ты в хамовниках, тогда и приходи, и создать там самую какую-то такую камерность. Ну, то самое, может быть, ощущение сообщества. Ну, да, что люди, которые пишут, знают, что читают такие же, которые, ну, может быть, не живут здесь, просто бывают. Или работают. Ну, вот что-то их объединяет. Опять же, я не говорю здесь про комьюнити-билдинг. Ну, просто их объединяет география. Все это достаточно нормально. То есть, если я заехал в хамовники, я могу что-то написать? Ну, там разные моменты жизни у нас была разная логика. Я уже каждый раз путаюсь, как у нас конкретно сейчас работает. Но, в общем, идея такая, что если вы постоянно бываете, ну, там, бывали N раз. Прям логика была, если вы бывали замечены N раз в неделю, тогда мы вам даем даже право писать. Если вы просто сейчас хамовник, как мы раньше у вас не видели, то вы можете почитать. Нужно заслужить право писать. Вот. Сейчас там как-то мы упростили, чтобы снизить барьеру входную. Ну, логика в целом такая. И мы как-то стараемся придерживаться. А еще мы сделали вот такой фильтр на входе. Когда ты нажимаешь кнопку написать, мы говорим, укажи, пожалуйста, что ты хочешь людям сообщить. И тем самым, ну, задать формат и тип сообщений, которые потом появляются. Ну, и это тоже, в целом, сработало. Конечно, сработало. У нас, в общем-то, достаточно домагировано все получилось. Ну, еще там, какой-то функционал. Ну, типа, если ты написал, тебе комментировать за какой-то модификации. Или ты можешь, не знаю, вызбранное, какой-то полезный контент добавить. Или, например, ты видишь, как твой контент добавляют в избранное. И тебе от этого хорошо, потому что, о, классно, я написал, и людям полезно. А ачивки у вас есть? Еще нет, но понятно, что там слой с геймификацией, со статусами, он напрашивается. Ничего нет, но он напрашивается. Я думаю, здесь классическая история про форумы, короны, налет и все такое. А можно, чем новость от объявлений отличается? Объявление, когда ты хочешь, там, коляску продать. А новость, ты пишешь, вот, Тулгенев, реставрация, открылись какие-то с собачками. Ну, ты сама пользователь, выбираешь тип, о чем ты сейчас скажешь. Как тебе кажется, это вот сейчас вылезло. Объявление, в смысле, это такой классифайд, это купить-продать. Не объявление, я сейчас вам объявлю об открытии. Нет, просто, например, новость, то, что у нас открывается магазин, а когда он уже открылся, он превращается в объявление. Нет, нет, объявление, это вот, вот, как объявление купить автомобиль, или, да, там, объявление, вот, я репетитор для тысячи в час в проект. Вот, а теперь примеры, это прям я сидел сегодня скриншотил какие-то там сегодняшние, в виде картинки, потому что мало кто из вас знал, это и приложение. Это примеры API-шного контента, вот, первые два. Первый – это «Едодил», это наш сервис, который собирает скидки в супермаркетах. И мы берем через API их фит и тебе в ленту помещаем, посмотри, «Магнолия», значит, от меня в одном километре, по такому-то адресу, и можно здесь поскролить там разные скидочные позиции, которые прямо сейчас на этой неделе действуют супермаркетах. Вы собираете или они вам? Они собирают, мы автоматически подключаемся к их источнику и трансформируем. У них все открыты, да? Ну, так как и они Яндекс и мы, у них открытого публичного API нету, но мы на него взяли, ну, у нас доступ есть. А второй пример – это «Тайпад», это пример публичного API. Поэтому, если там кто-то здесь есть из сервисов, в которых есть контент про город, контент с геоконтекстом, потенциально вы тоже можете, ну, стать для нас интересными поставщиками такой информации, ну, если мы придумаем, как вот красиво для пользователя полезно отобразить. Значит, вот это и это абсолютно автоматически по алгоритму эти сообщения появляются. Вторые два – это примеры BGC, когда местные бизнесы, ну, гостят, вот там, какой-то там Варлуч известный у нас там активничает, или вот какой-то магазин дизайнерской одежды открылся, и прям человек из-под личного аккаунта рассказывает, как там здорово у них прошло открытие. Да, картинки еще. Значит, да, тема была у меня заявлена вообще про выводы, что мы поняли, и, на самом деле, вот здесь уже начинаются эти элементы понимания. Мы, наверное, поняли, что мир оффлайна выцифровывается, да, там есть Яндекс.Карты, отзывы к ресторанам, ну, короче, много-много знаний оффлайна перетекает в онлайн, но, на самом деле, все равно до полной цифровки еще очень далеко, и много суперполяной информации, она в головах людей. Это особенно актуально для оффлайна, но, на самом деле, актуально и для онлайна тоже, и, например, примеры Quora, примеры The Question показывают, что, ну, при существовании всего гигантского интернета суперкрутых поисковых машин, ответ от живого человека, развернутый, вдумчивый, он всегда, всегда ценен. И ровно это мы наблюдаем, постепенно превращаясь, я думаю, это значимая часть нашего контента сейчас, это просто вопросы-ответы. Они не всегда жутко крутые и интересные, но люди без конца еще каких-то мастеров, педикюры, маникюры, ресниц, столяров, еще кого-то. И ответ, ну, ответ на такой вопрос в интернете найти сложно, черт побери. Ну, нельзя написать в Google или в Яндекс, в Хамовнике, в лучшем, в лучший портной. Ну, короче, там... Инстаграм сейчас делают. Инстаграм, если кто происходит, как поисковая машина? Инстаграм, ну, короче, ну, можно, если я не говорю, что это невозможно вообще, но ты сюда постишь, и тебе же люди отвечают, которые вот тут живут, и говорят, ну, слушай, вот сядь, там, две остановки на троллейбусе проедет, и там на третьей прудицкой все есть, что тебе нужно. Или вот телефон мастера два года уже с ней работают, супер. Ну, и это вот такое, на самом деле, ну, важное понимание, что без UGC, без знаний людей, вот эта вот вся гиперлокальность, уфлайновость, она, ну, никуда не идет. Здесь всегда должен быть компонент живых людей, которые что-то там делают, делятся знаниями, предметами, неважно. Живые люди, ну, супер важный компонент. Потом, ну, опять же, изучая контент, пытаемся идтипизировать, что люди там делают. И там каждый раз, ну, то, что коллеги рассказывают, у нас ровно та же самая история, мы удивляемся. Вау, они там начали это использовать для знакомств. Ну, там, фотка, там, парень, да, сонстер приглашает познакомиться. Это и девушка тоже так делали. Или, оу, у нас появилась политика, боже, это же ужас, ужас, что нам с этим делать? И, ну, на самом деле, за этим интересно наблюдать. Оно как бы вот живет, развивается. Мы дали открытую среду, в которой мы делаем все что угодно. И... Но вы не модерируете? Ну, мы тоже пост модерируем. То есть, если там пишешь, умер с ужас, мы тебя там забаним. Вот тут Лёй подошел руками этого бордача. Несколько жертв там бывает. Можем пост убрать, а можем как пользоваться такой. Но, на самом деле, ну, мы боялись, что мы без конца будем вот только этой набираться и заниматься, бороться с абьюзом. Оказалось, очень-очень маленький процент. Опять же... Просто район такой. Потому что район, потому что мы закрылись, потому что это одна платформа, очень много объяснений. Но, в целом, люди оказались лучше, чем мы о них думали. Они, по-прежнему, ну, не очень, наверное, там любят и хотят, не любят друг друга и хотят там делать комьюнити. Но контент им нужен. Вот они что-то спрашивают, спрашивают, другие отвечают. Да, я говорю, фокус на сценариях. На самом деле одно. В природе уже много ведь есть приложений, которые имеют гиперлокальный контекст, но в каких-то своих узких нишах. Ну, прежде всего, я имею в виду тиндер и... Тиндер, правильно говорить? И какие-нибудь геоклассифайды, ну, типа там, юлы, которые сейчас в России пытаются раскрутиться. На самом деле, это даже, ну, копирка с американских этих самых... Ну, в общем, а у нас ровно те же самые сценарии. У нас, например, не знаю, 20% контента — это объявления. Люди что-то покупают и продают. И, ну, важно понять, что есть сценарии, которые пользовательские жизни, которые, будучи совершены в районном масштабе, они для человека, ну, пользуются. Ну, например, найти сиделку больному родственнику, няню, продать бушный шкаф — суперудобно, если вы сделаете это в рамках района. Потому что ты пришел, посмотрел, купил, унес — всем комфортно. Или там знакомиться удобно, или там, ну, там, или еще чего-то. И, на самом деле, как бы из этого могут вырастать или отдельный сервис, который я перечислил, или это все может быть в какой-то более универсальной среде у нас или в группе в соцсети. А, ну, еще мы удивились, на самом деле, супер-юзеры, вот самые главные наши пользователи знают только у коллег — это мамочки. Мамочки — это просто огонь. У них дофига времени. У них iPhone в кармане, потому что они в помолниках. Они, значит, все облюдут, за всем следят, все скидки, распродажи, там, магазин открыл, они знают все. Вот я думаю, ну, так, приходится что-то там додумать, допользовать, но у нас реально много контента именно от этих людей, от этого типа людей. И, кстати, модератор, организатор комьюнити вот этого Secret Home Omni, который хороший у вас в политике — это тоже мамочка. такая, она прям суперпродвинутая, там, где-то там хит. Но она все равно мамочка и, ну, все люди, там все остальное такое же. Ну, вот они там покупают, подают, хотят купить. Ну, и люди неплохие, оказывается, они, ну, готовы помогать друг другу. Там, контент про животных, потерявшихся, во-первых, он стандартный для друг в соцсетях. У нас он тоже часто, там, мы эту собачку, кстати, нашли, суперпрямо смотришь и умиляешься. У коллег было, как там, что-то случается внутри, ну, в твоей среде, смотришь, ой, невероятно, прям, ты чувствуешь, что тут пользу принялась. Не просто какой-то абстрактный продукт для пользователей, ну, как часто бывает, например, там, ой, ее нашли, купили, продали, договорились, и так, и хорошо от этого. Ну, там, вещь, ну, очень часто тоже тематика про отдам даром. Или у нас хоспис есть, и там девочка-дильнозер, она какой-то куратор с какого-то фонда, и она активничает на тему, ну, поддержки этих больных, там, при визите чего-нибудь, давайте мероприятие сделаем. И тоже люди откликаются, ну, привозят, отдают, и тоже за этим очень мило наблюдать. И, опять же, вот так как это в локальных масштабах, там, люди, ну, девянос начала активничать, там, буквально, как-нибудь так появились, я тоже потом с ней познакомился, по телефону пока только, и, ну, местные люди, ну, не знали, что у них есть хоспис. Я жил в экономике, я не знал, что есть такое заведение, и они, ну, там, есть у них только время, не только денег, они знают, что у них есть такое место, ну, и какой-то, понятно, мизерный процент, ну, часто это помогает. Ну, и вот, ну, прелесть, опять же, никакого комьюнити не случилось, но какие-то акты такие, ну, типа, что-то не горячо, но тепло, да, какие-то близкие, они происходят. Ну, и все, последний слайд у меня, ну, а еще, ну, люди очень такие сентиментальные, и на самом деле, они любят свой район. Вот, ты живешь, и там какие-то, пускай там много проблем, перекопано, метро закрыто, все сроки поехали, но все равно они умеряются картинками заката, дождика, кто-то регулярно откапывает там стройку комсомольского проспекта, и вот я еще не смог найти, был совершенно фееричный тред, он, правда, давно был, поэтому я не смог открутить так далеко, где-то там через месяц после существования запуска аппа кто-то запостил, ну, из местных, как им тут нравится, такие неожиданно интеллигентные люди у нас в районе оказались, и там длинный тред, когда пришли другие люди, и тоже говорят, да, да, так мы рады, что у нас так все культурно, без вот этого ужаса, ну, очень смешно, когда они там встретились, друг друга похвалили, и мы по-любому, все были приятны. Вот, ну, в целом, тематика вот про закаты, про дождик, это просто, ну, обязательно там, не каждый день, но несколько раз в неделю оно проскальзывает, и говорят, какая польза? Ну, боже, там, все видели закаты, ну, всем хорошо, как это ты узнаешь свой район, начертание? Ну, вот, на тему, все-таки, общности, вот, ощущение причастности, оно, как бы, оно есть, оно, вот, вопрос, как оно, там, урбанисты, там, какие-то термины проявил, там, корейтичек, там, испариваться, пожистки, ну, вот, что-то есть в этом, но как, как-то прорастить? Кто должен это делать? Зачем? Ну, там, потому что должен какой-то драйвить. Мы-то тоже хотим из этого, в конечном итоге, сделать инструмент, чтобы местные бизнесы, ну, могли о себе рассказать, ну, разместив у нас рекламу, мы бы их денечку аккуратно взяли, ну, и, как бы, всем хорошо сделали, местные люди узнают про местные бизнесы, а мы, вот, зарплату себе платим, там, какая-то, прибыль у нас. Вот, все, спасибо. Так, в результате вы это раскушение собираетесь? Спасибо. 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 Спасибо.